Памятная дата 3 декабря была выбрана не случайно в этот день, в 1966 году. У стен московского Кремля в Александровском саду был торжественно захоронен прах неизвестного солдата. Тогда в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. Это ведь еще не простая дата. Это дата, когда началось освобождение Москвы и Подмосковья. Туда были направлены сибирские дальневосточные дивизии, в которые, кстати, и принимал участие папа. Папа, мама, брат, сестра, сыновья, дочери. У многих советских семей Великая Отечественная война в буквальном смысле слова оторвала кусок самого дорогого. Такой день, который нам еще раз есть возможность поклониться этим людям, отдать там даму уважения, он просто необходим. Тем более он необходим, потому что сегодня намечаем день неизвестного героя. Что это значит неизвестного? То есть это те люди, которые отдали свою жизнь, но не удалось идентифицировать их фамилии, имена, установить родных, близких этих людей. Мы только знаем, что они погибли. Нынешние поисковики зачастую находят массовые захоронения неизвестных героев. Очень многие отказывались носить с собой медальоны, их называли медальоны смерти, боясь, что смерть придет к нему. И поэтому очень многие выкидывали их сразу же. А выкинуть из памяти подвиг неизвестных солдат в нашей стране просто невозможно. Памятники таким воинам стоят во многих городах. И почти в каждой семье есть своя история войны. Раскрываются архивы. Появились великолепные базы электронные, такие как мемориал. Появилась Череповецкая книга памяти, областная книга памяти, где можно найти даже копии документов. По своим родственникам я буквально копией документов нашел, записи о том, что они пропали без вести. Принять участие в акции памяти на воинский мемориал сегодня пришли не только представители власти. Дань памяти отдали ветераны, молодежь, активисты общественных организаций. Также в честь новой памятной даты в городе еще пройдут множество мероприятий. Уроки мужества в школах, концерты, конкурсы сочинений. И так будет каждый год, 3 декабря. В этот день, в 1966 году, в Москве обрел последнее пристанище – прах неизвестного солдата. Вера Кучеренко, Егор Плюснин, Новости.